Совершенно потрясающе! Сегодня встречали на вокзале, летели продукты питания, видимо, местная власть демонстрировала таким образом высокий уровень жизни. Много удивительных вещей можно увидеть, например, такие субгруппы высотой в человеческий рост. Я последний раз наблюдал, когда был маленьким, и мой рост, в общем, был гораздо поменьше. Это пятый наш штаб. Первый штаб Национальной Республики. Для нас важный регион, и мы уверены, что наша программа, то, что мы предлагаем, очень здесь востребована, и мы единственная политическая сила, которая на самом деле предлагает то, что нужно жителям Башкирии всем без исключения. Потому что только в нашей программе мы реально говорим о настоящем изменении системы взаимоотношений между центром и регионом, о делегировании власти из Москвы, которая просто захапала сейчас власти деньги, и это я говорю как житель Москвы, в сторону мэров городов, в сторону губернаторов. Мы единственные говорим о несправедливости распределения национальных богатств. Мы единственные говорим о том, что олигархи должны платить компенсационные налоги. Мы единственные, кто из политических сил осмеливается впрямую сказать, что да, мы считаем, что отъем Башнефти это махинация. Что плохая компания забрала ту компанию, которая лучше. Мы прямым текстом это говорим, мы не боимся никакого ни Сечина, ни Медведева, ни Путина, ни всех остальных, кто занимался этой сделкой. Мы единственные, кто на самом деле говорит про политическую свободу. Вот я к тому же самому ноду, и к любым людям, которые вот стоят, я в них вижу людей, у которых, ну есть, мы даже позвали им, дадим возможность задать им вопрос. У них есть политические права, а в реальной жизни, вот сейчас, здесь сейчас, в Башкирии, их нету. Это же люди вытеснены, ну там, Дмитрий Киселев называет их, там, маргиналами, и говорит, что они не будут малахольными, не будут участвовать во власти. В Башкирии есть русские националисты, башкирские националисты, татарские националисты. Объединяет их окно в то, что все они задавлены. Они не имеют никакого политического представительства. Всех задушили, потому что должна быть одна единая Россия для того, чтобы убирать, выводить с ней в Сунице. Это и показывает полную порочность этой системы. Эта система абсолютно порочна, в том числе, потому что коррупция, и мы единственные, кто об этом коррупции говорит, кстати говоря, поздравляли нас всех. Вот только что посмотрел наше расследование по поводу Медведева, я надеюсь, вы его смотрели. 4 миллиона просмотров, только что. Из которых совершенно точно мы понимаем, что сотни тысяч просмотров в этой республике Башкирия. Поэтому пункты нашей повестки здесь востребованы. Мы организовали штаб. Как вы видите, замечательное помещение в центре города. Это абсолютно легально работающий штаб, который будет вести настоящую избирательную кампанию. Мы гордимся тем, что Лилия к нам присоединилась. Человек такого уровня, такого знания, долгие годы работавший в Большой Четверке. Смешная вещь, она работала в Делойт, который пикетировал НОТ. А теперь она перешла на работу к нам, и ее снова пикетируют. Может быть, это тебе проблема какая-то? Мы видим, что у нас штаб возглавляет человек, который по своей квалификации завтра может быть губернатором региона или мэром города. И мы гордимся тем, что такие люди приходят к нам работать с нами. Кто там, зять Сечина или этого вашего, который сейчас мэра Красногорска, Хабирова. Но это сплетни, которые сюда пересказывать я выступлю тогда таким же политологом, которых сам предлагаю скормить зверем зоопарк. Мы для того и ведем кампанию. Для того, чтобы жителям Башкирии не нужно было просто от каждого москвича, приезжающего сюда, спрашивать, а что там вообще у нас может произойти. Мы и хотим, чтобы были выборы губернатора, на которые мог пойти любой от либерала до НОТ. Чтобы были выборы мэра, чтобы были выборы глав сельских поселений и так далее. Сейчас же в России нет ни одного крупного города, где избирается мэр. Поэтому все эти сплетни пересказывать бессмысленно, потому что все вопросы в стране решает один человек, превратившийся в проблему. Потому что он просто не может их решать быстро. А во-вторых, мы считаем, что такого быть не должно. Чтобы я приезжал к вам и от вас узнавал о том, что происходит в плане сплетен, что может быть власти. Давайте ваш вопрос, потом ваш. Я как раз требую отставки на Биулиной. Только извините меня, я вот проезжал сейчас на машине, там стоит ваш лиховой автомобиль. И такой здоровый портрет Путина, национальный лидер, как на Биулиной назначен. Кто? Вот именно. Я требую. Нет, вот их механизмы. Поэтому я требую юридически, морально, политически отставки всех этих людей. Вы говорите про Улю Краева? Так зайдите на мой YouTube канал и посмотрите мое видео про Улю Краева. Я расследую всех этих чиновников. Наша политическая позиция, партии прогресса, моя кандидата. Я требую этих людей отправить в отставку и пересажать. Я их пересажаю всех, потому что они преступники. Так а тогда... Так это и травде вы прилагаете ложь, что это Путин в главе этого. Нет, не Путин. Так она ради Набиулину назначала. Нет, вы же Набиулина изучаете. Законы взяты назначено. Давайте в урлет. Мы сейчас мы теперь вернемся. Показать на скрытие. Выгоньте. Я так изъя. Не много. Здравствуйте. Она в личном обгалке. Вы же договаривались с вами, правильно? Давайте я закончу ответы на этот вопрос. Ребят, вы обманывайте сами себя. Набиулину назначила не Лилия. Как бы я не верил бы в ее могучность. Набиулину Шувалова назначила не Лилия, а Путин. Улюхаева назначил Путин. Этот курс правительства делает Путин. Когда вы говорите о том, что Советский Союз в 90-е годы потерпел поражение... Предательство. Так Путин был частью этого предательства. Он был в администрации президента Ельцина с 96-го года. А до 96-го года он был помощником Собчака, который работал в межрегиональной дипломатской группе. По идее, Путин всегда был ближайшей правой рукой того, кого вы обвиняете в развале Советского Союза. Ребята, это же бюджет. Проведите пикет. Давайте совместный пикет. Нашего штаба и нот. За отстанку Медведева, потому что он жулик и вор. Вы готовы это сделать? Мы считаем, что Медведев и Путин... Вы готовы сделать? Нет? Мы работаем еще, поэтому мы не можем бить по Медведеву. По всем беспробышкам. Теперь давайте, друзья, я вам задам последний вопрос. В связи с тем, что вы Медведева и Путина вывели из вот этой системы критики, разрешаете ли вы, как представитель НОДУ, Медведеву получать взятки от олигархов и покупать виноградники в Тоскане? Я нет. Абсолютно нет, естественно. Все, пошли на пикет, пошли на пикет. Надо доказать. Что он был одним из основателей системы, которая фальсифицирует выборы. Он был таким одним из князьковцев. Просто сейчас мне не имеет смысла много тратить времени и эмоций на Рахимова, потому что другие люди стоят у власти. Но скажите мне, пожалуйста, 5 лет назад в Башкирии была демократия? Нет, конечно. 5 лет назад в Башкирии фальсифицировали выборы? Еще так. Просто 7 лет назад. Ну, поэтому мне тратить времени на Рахимова не имеет смысла, но он, конечно, для меня часть этой власти. Хорошо. Вот я просто надеялся услышать ответ про Башнефть. Хорошо. Когда у Башкирии нету Башнефти, да, сейчас. Ну, не то чтобы нету, но в смысле ее забрали по частям делят. Как бы эти экономические курсы какой нам держать? Как вы видите, вот вы президент будущего, да? И как бы вы видите наш регион вообще? Ну, смотрите, что касается Башнефти, еще раз повторюсь. Я без всяких укивоков и полутонов говорю, что изъятие Башнефти и такая ее аннексия в Роснефть – это преступное, глупейшее и неэффективное решение. Башнефть с точки зрения экономики, с точки зрения количества налогов, которые она платила на баррель добытой там скважины жидкости, платила налогов больше, чем Роснефть. У Роснефти налогов сейчас, долгов 3 триллиона рублей. Роснефть – ужасно управляемая компания. Сечин – очень плохой менеджер. И Башнефть при всех ее проблемах, там тоже были много проблем в Башнефти, но она была лучше, чем Роснефть. И худшая компания поглощает лучшую, этого сделать нельзя. Что касается, в целом моего взгляда, на Башкирию, в Башкирии все должно быть отлично. Это нефтяной регион. По-прежнему нефть стоит 50 долларов за баррель, 55. И безусловно, все нефтяные деньги не должны оставаться в Башкирии или в Тюмени. Но даже небольшой части МДПИ, которая должна оставаться, должно хватать вот так вот.